необходимо будет повторить вот этот вот элемент этикеточки а это не элемент этикеточки это обложка для пластиковой коробки когда-то они использовались наше время в общем-то уже наверное не используется создаем квадратик с зажатым shift у меня рука до shift а не дотянулась поэтому я просто поменяю размеры по иксу по игреку одинаковые поставлю для этого объекта будущего на заднем плане у нас белый квадрат с черной водкой достаточно толстый станок подбираем толщину дублируем это дело смещаем относительно немножечко относительно этого дела заливаем белым цветом и задаем цвет обводки немножко другой дальше мы с вами что там кружочки какие-то нарисованы будем надеяться что что-то будет слышно начну заводимся из центра зажимаем там зажимаем control шифтом для того чтобы из центра рисовать окружности окружности а давайте начнем начнем с самой дальней окружности которую у нас там присутствует она завито каким-то сереньким цветом чуть поярче сереньким цветом и у нее опять вот к определенной толщиной тем же каким-то с цветом не угодно вот таким цветом следующая окружность я эту штуку просто дублирую и меняю есть диаметр нас с вами это окружность существенно меньше но она находится скажем так далеко не по центру находится далеко не по центру за счет этого у нас получается вот такая штука это вторая окружность так возьмем опять предыдущую окружность установим ее по центру или поменяем ее размерчик вытащим на верхний передний край так похоже ли это на то что нужно почти вот где-то так это на желтого цвета штука должна быть создаем еще одну окружность но у нас какого-то синего цвета кладем ее по центру поменьше естественно должно быть так центрируем что там еще немножко я не угадываю по размерам да пусть будет так еще одна окружность центр ее нужно запихнуть и еще одна окружность надолго она пусть будет так не буду морочить голову можно написать сразу надпись берем инструмент перемещение и перемещаем в нужное с нашей точки зрения место этот эту надпись вот что у нас еще хорошего тут есть я понимаю что ничего ну да ладно берем инструмент создания прямоугольников мне кажется он до центра не достает если у вас какое-то другое мнение вы можете не его высказать но мне кажется что вроде бы до центра рисуем вот этот вот прямоугольник обводка у него та же самая вот такая вот поменяли цвет обводки что еще еще один прямоугольник очевидный мы его тоже здесь так он не выходит или выходит на желтенькое он не вылазит значит куда-то вот туда его кладем заливаем сереньким цветом и заливку и обводку получили вот такую штуку вот ну что здесь вас может заинтересовать например есть как эта штука называется с палочками забыл как она называется штрих-код вставить штрих-код вот пункт меню упадающий объект вставить штрих-код туда перебиваем цифры 9 0 0 0 2 7 5 1 3 вот можно номер телефона поставить можно вот различные варианты этих вот кодов у нас присутствует а я сосед даже предлагает ну какие много чего тут есть вот ну я использую мой номер телефона и на его основе создан вот вот такой вот штрих-код надо было еще плюсик добавить ну да ладно так никто не догадается что это номер телефона а дальше остались некоторые графические элементы которые здесь так а здесь какая-то глупость произошла кстати говоря где у нас находится вот а а я опять какой-то пример не тот не особо удачный стоящий сегодня день неудачных примеров так вот на что нужно было ориентироваться если ориентироваться на это то у нас с вами получается вот этот прямоугольничек слегка прозрачный должен быть берем прозрачность наносим ее наносим ее линейно имеется ввиду вот отсюда из центра на всей протяженности мы нанесем эту прозрачность так вот а и вот эта штука этот прямоугольник у нас тоже должен обладать прозрачностью которая и цвет у него другой должен быть еще вдобавлены потемнее что-то в этом роде что-то в этом роде вот так вот вот такая штука в общем на ваш на ваш рассуд это все дело а и там вот светящийся такой элемент я его не видел ну ладно его можно добавить момент вы знаете как сделать полупрозрачную окружность и наложить эффект пушистой белой тени который позволит этот элемент там держать давайте посмотрим как делаются мелкие элементы например у нас с вами есть надпись которая гласит что это я переключусь на английский с вашего позволения диск если у нас это и реал возьмем жирный шрифт дальше заливка жирного шрифта у нас с вами белая обводка черная переходим в инструмент еще можно открыть свойства объекта alt enter который прошу прощения здесь посмотреть свойства шрифта какие есть заливки и вот толщина ее немножко придется увеличить и буквы видимо еще придется вот так вытянуть судя по всему что было похоже а еще посмотрите нет точки буквы ай нет точки означает что нам придется преобразовать в кривую этот элемент взять инструмент форма и инструментом форма откусить вот эту вот точку вот теперь у нас это надпись идентична дальше создаем еще одну надпись но ее понятное дело придется уменьшить и придется судя по всему слегка сплющить вот таким образом можно ее сделать пожирнее в принципе но это опять таки уже мелочи жизни а и останется надпись рекорда был записываемый берем инструмент прямоугольник заливаем его черным цветом берем инструмент форма выделяем узелок любой на уголке и делаем таким вот образом скругление скругление ца лице дорабатываем его ширину толщину под размер так что переборщение туда записываем необходимое слово естественно шрифт придется уменьшить и белую заливку белую обводку сделаем допустим я с клавиатуры клавишами управления курсора там пошибурши ну тут не очень приятно выглядят чересчур скругленные углы поэтому я их слегка верну на место этот блок я весь сгруппирую и поставлю в нужное место вот мы примерно получили со шрифтом я не угадал слегка но это не столь важно я думаю что для нас это не столь важно соответственно у нас есть еще одна окружность которую мы с контрол шифтом создаем у нее цвет обводки должен вообще уберем обводку и зальем ее каким-то сереньким сереньким каким-то светло-голубым цветом и там применим на нее определенную вот такую вот прозрачность опять таки линейную так вот чтобы было кое-где но в нужных местах видно сквозь эту прозрачность то что нам с вами необходимо в случае надобности этот элемент мы вложим на нужное место подписываем белыми буквами 80 цвет обводки белый цвет заливки белый еще и жирники можно сделать ну потом 700 мегабайт точно так же подписывается группируется этот блок и останется небольшой кусочек здесь подобрать шрифт написать и сделать вот этот вот прямоугольный элемент сделать скруглить ему углы выдвинуть его чуть вот таким вот образом задать толщину обводки примерно что-то вот такое дублируем этот элемент ставим их друг на дружку и вот таким образом можно попытаться здесь выкрутиться наложить наложив одно на другое заливка там серенькая заливка там серенькая обводка беленькая у этой штучки и обводка беленькая у этой штучки вместе их все можно выделить и положить на нужное место а загруппировать наверно тоже вот останется просто написать подписать надписи грубо говоря и в общем то это но единственное что здесь кроме надписи я заметил многоугольник раз два три четыре шестиугольник он да ставим количество углов 6 штук создаем этот элемент поворачиваем на 90 не на 45 таки на 90 градусов поворачиваем на 90 градусов дальше этот элемент мы преобразовываем в крик в кривые control q инструментом форма удаляем лишние опорные точки выделяем две штуки и тащим зажатым чем-нибудь шифтом например вниз для получения вот такой вот заданной формы ну понятно там дальше мы с вами настраиваем толщину обводки синенькой ой прошу прощения обводка у нас синенькая у нас не синенькая беленькая а дальше этим же инструментом многоугольник вы можете опять поменять количество углов на 3 и создать треугольник нужной формы он у нас какой-то серенький такой вот треугольник и эти треугольники их соответствующим образом расположить внутри вот этого вот контура под нужными углами так под нужными углами надо подровнять может быть сам вот этот контур под нужными углами выделить все элементы подвинуть куда надо то то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...